Здравствуйте, с вами молодежная редакция, и сегодня мы встречаемся с доктором Синеликовым. Здравствуйте, Валерий Владимирович. Здравствуйте. Как вам пришла идея организовать Школу Здоровья и Радости? Ну, пришла очень простая идея. Я проводил семинары, тренинги. И было очень много желающих учиться методикам, учиться работать над собой, менять себя, свои мысли, эмоции. И так получилось, что я уже не справлялся с тем потоком людей, которые приходили на мои семинары, тренинги, желали записаться на консультации. И поэтому возникла идея, что нужны преподаватели, нужны консультанты, нужны еще мастера, которые бы могли эти идеи, которые я писал в книгах, нести дальше. И вот так постепенно возникла Школа Здоровья и Радости, к которой пришли новые люди, преподаватели, психологи, консультанты, которые помогали мне в том, чтобы обучать людей. Как именно вы нашли свой жизненный путь? Ну, я его и не искал. Он сам меня нашел. На самом деле, так и есть. У нас... Как? Мы путь вообще не ищем. Путь находит нас. То есть, изначально мы уже приходим в этот мир со своим жизненным путем, со своей дорогой, так сказать, со своим предназначением. И просто нужно слушать себя, свое сердце, то, что оно тебе подсказывает, направление твоего служения этому миру, людям. И тогда все проявляется в нужное время, в нужном месте. Так было в моей жизни. То есть, постепенно проявлялось то, что необходимо. И идея написания книги, и потом идея создания школы, потом создание вот этого центра, Светоч, где мы проводим свои семинары, консультации, оздоровительные процедуры. Ну, вот таким образом. Одновремя вы вели прием пациентов. Были ли те, кто совсем отказывался верить в ваши методы исцеления? Ну, поначалу таких было людей достаточно много. Ну, в основном люди... У меня почему-то появилась идея написать книгу, потому что приходилось каждый раз людям объяснять одно и то же. Человек приходил на консультацию, я ему начинал объяснять... Он приходил за волшебной таблеткой, а я ему объяснял, что, дорогой, причины в тебе самом, в твоем мировоззрении, в твоих определенных мыслях, эмоциях, чувствах, неправильном восприятии себя, окружающего мира, то есть в таком восприятии, которое несет именно боль. И возникла идея написать книгу, чтобы вот эти знания донести до людей простым доступным языком, и чтобы люди уже приходили на консультацию после того, как они прочитают книгу. И когда люди уже после прочтения книги звонили и записывались на прием, тогда уже вопросов не возникало. А правильно ли это, неправильно, действует или не действует? То есть это приходили люди, которые уже были готовы к тому, чтобы менять себя. Не искать какое-то чудо, лекарство, а именно работать над собой и трансформировать само себя. Вот ваша первая книга «Возлюби болезнь свою» была написана в 1999 году. Спустя, получается, 19 лет вы написали 30 книг. Вот сколько примерно уходит времени на одну книгу? Ну, по-разному. «Возлюби болезнь свою» я писал два года. Некоторые книги год, некоторые полгода, некоторый месяц. Как пойдет? Сначала была, как обычно, появляется идея, намерение написать ту или иную книгу. Приходит название книги, что эта книга должна именно дать людям. То есть люди в результате прочтения этой книги, что они должны получить, что они должны понять, осознать для себя. И эти знания, они должны быть практичны. Это не просто какая-то теория, голая теория. Это знания, которые человек должен конкретно применить в своей жизни. И вот так вот постепенно. Сначала книга вышла «Возлюби болезнь свою», потом книга «Сила намерения» об искусстве, создание воплощения намерений на наши желания. Потом «Прививка стресса» или «Психоэнергетическое айкидо», «Путь богатству» и так далее. То есть постепенно, по мере, скажем так, осознания мной самим определенных задач, своих задач, опять же, когда приходило понимание того, что теперь на этом этапе, что нужно дальше людям, вот таким образом рождались книги. Есть идея написать книги теперь о семье, о том, как создать семью, о том, как гармонично жить в семье и как родить и воспитать здоровых, счастливых, прекрасных детей. Вот вам такая книга была бы интересна? Да. Очень. Точно? Точно. Сто процентов. Сто процентов. Ну, правильно. Молодежь пока не думает о болезнях. Зачем? Вот. Я думаю, что как раз создание семьи – такой очень важный момент. Ждете ли вы благодарности от людей за вашу помощь? Еще раз. Ждете ли вы благодарности? Жду ли я? Да. Я как-то не жду благодарности. Я просто смотрю людям в глаза, и когда я вижу, что глаза человека сияют пониманием, осознанностью, и вижу, что есть результат, вот это и есть самая лучшая благодарность. На самом деле, когда проводишь вот семинар, большой зал, и в начале семинара люди приходят с одним выражением лица, а уходят совсем с другим выражением лица. И вот эти 400 или 500 пар глаз, которые смотрят на тебя осознанно и с любовью и благодарностью, вот это и есть самая лучшая благодарность от людей. Вот вы помогли тысяче людям. Вот вы довольны вообще своим результатом и своей деятельностью. Ну, скажем так, всю основную работу делает Всевышний. Вот. А мы лишь, скажем так, инструменты в его промысле, да, в его руках. Поэтому вся благодарность отдаётся Всевышнему. Вот. И я просто не перестаю удивляться и восхищаться той работой, которую совершает Творец для того, чтобы создать человеку, ну, конечно, с его помощью, безусловно, проблему, да, и чтобы потом её разрешить. Когда человек приходит к осознанности, да, к пониманию, когда он берёт на себя ответственность за свою жизнь, за свои болезни, проблемы, какие-то ситуации в жизни. Последние несколько лет вы дружили с Михаилом Задорным. С чего началась ваша дружба? Наша дружба с Михаилом Николаевичем началась лет 10 назад. Он прочитал мою книгу «Возлюби болезнь свою». Вот. позвонил мне, мы с ним встретились, очень долго общались на разные темы. Я очень рад этому знакомству, что Михаил Николаевич был такой экстраординарной личностью, удивительным человеком. вмещал себе буквально всё. И с ним было интересно говорить практически на любые темы. И он как-то так сразу уловил суть, идею книги. вот. И как раз вот как эти идеи, ну, некоторые эти идеи потом использовались вот в фильме, который он снимал, и о Рюрике, и о Вещем Олеге. Вот. И я очень благодарен Всевышнему судьбе, что вот они свели меня вот с таким человеком. Вот какая у вас мечта? Мечта? Да. Самая заветная? Да. Самая заветная не скажу. Моя же мечта. Ну, как скажу, мечтаю, чтобы был мир во всем мире. Вот. Ну, на самом деле это так. Хочется, чтобы люди наконец-то вышли из такого животного состояния, состояния такого невежества, тупости, какой-то глупости. Вот. И научились бы любить, да, любить себя, любить жизнь, любить весь мир вокруг, прекрасный, замечательный мир, который нам Бог подарил, нам, людям. Не для того, чтобы мы здесь убивали друг друга из-за какой-то корысти, вот, из-за неприязни друг к другу, да, для того, чтобы мы вместе творили этот мир прекрасным, улучшали его, да, и несли свет на другие миры, на другие планеты, чтобы мы превратили землю в прекрасный, цветущий райский сад. Вот. И как раз такая вот мечта у меня есть, что все-таки настанет такое время, тем более, что сейчас в данном периоде сложилась такая благоприятная ситуация, именно для того, чтобы у людей росла осознанность, и люди брали на себя ответственность за этот мир, в котором мы все живем, за жизнь. Поэтому я мечтаю, конечно, что мы будем жить в таком мире прекрасном, справедливом, гармоничном, но на самом деле такой есть. Он прекрасен, он справедлив, и он гармоничный, этот мир. По мере того, как будут открываться все больше и больше сердца людей, и они будут наполняться божественной любовью, божественным светом, тем быстрее этот мир покажет нам то, что мы на самом деле каждый от него и ждем. Поэтому всех людей, для того, кто смотрит эту передачу, всех людей призываю к тому, чтобы как можно быстрее брать на себя ответственность за себя, за свою жизнь, за свою семью, за этот прекрасный мир, в котором мы живем, и давайте вместе сотворим прекрасное, светлое будущее, которое, я уверен, уже при нашей жизни, ну, при вашей, так точно, я думаю, даже при нашей станет настоящим. субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok